Медиагруппа «Авангард» представляет Речь пойдет о технологиях, которые еще совсем недавно называли технологиями будущего Машинное обучение, искусственный интеллект, поведенческая аналитика Мы разберемся, что это за технологии, где и как они применяются Не секрет, что злоумышленники идут на шаг впереди и немного ранее начинают использовать передовые технологии А вот как дела обстоят у защиты? Используется ли, например, машинное обучение в современных системах защиты информации? Или пока это только красивый оборот и маркетинговая уловка? В этой теме нам сегодня помогут разобраться наши эксперты Это Анатолий Большаков, начальник отдела технологии анализа Департамента системной интеграции компании «Газинформсервис» И Алексей Лукашин, кандидат технических наук, доцент кафедры телематика Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Тема серьезная, без науки никуда Ну что, коллеги, глубокий вдох и погружаемся! Традиционно начнем наше погружение с короткого блиц-опроса Я задам вам три коротких вопроса и хочу от вас услышать три коротких ответа Итак, Анатолий, начнем, пожалуй, с вас На ваш взгляд, какую технологию анализа можно назвать самой эффективной? Технология анализа, которая обеспечивает получение правильных, полных, ясных ответов на вопросы Чтобы получить в конечном счете эффективные решения Алексей, расскажите, пожалуйста, а как давно вы занимаетесь машинным обучением? Чуть больше трех лет И связано это с приходом в наш университет профессора Льва Владимировича Уткина, который нас этим делом увлек и создал вокруг себя наш коллектив Спасибо Анатолий, анализировать нельзя реагировать Подскажите, пожалуйста, где должна быть запятая? Правильно, запятая должна быть после слова «анализировать» Здесь универсальное правило, как при вождении общеизвестно Прежде чем повернуть руль, поверни сначала голову Алексей, самый интересный проект на базе машинного обучения в России и в мире? Интеллектуальная диагностика рака легких – очень горячая тема Анатолий, а есть ли разница между искусственным интеллектом и машинным обучением? Или же это одно и то же, только разными словами? Машинное обучение – раздел искусственного интеллекта, так же, как геометрия – раздел математики, механика – раздел физики Сейчас сложилось понимание, что машинное обучение – это самостоятельная практика, которой востребовано гораздо больше, чем все остальные разделы искусственного интеллекта Поэтому на бытовом уровне, ненаучном, употреблении слов «искусственный интеллект» и машинного обучения не имеет никакого различия Алексей, а насколько вообще опасен искусственный интеллект? Не грозит ли нам воочию столкнуться с восстанием машин? Я бы сказал, что нет, не грозит Искусственный интеллект пока не дорос до того, чтобы принимать самостоятельные решения Отлично! А пока мы не остыли, предлагаю начать погружение в пучины нашей темы Алексей, как представитель науки, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с изучением технологии машинного обучения в России и есть ли поддержка от государства? Конечно, есть. Машинное обучение, как любая отрасль знаний, которая изучается, она финансируется в рамках фундаментальных исследований такими фондами, как Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований Также проводятся проекты в рамках федеральной целевой программы Сейчас запускается федеральный проект по развитию искусственного интеллекта в нашей стране И там будет комплексная поддержка и образовательных программ, и фундаментальных и прикладных исследований, что должно дать сильный толчок развитию этой области Алексей, а есть ли какие-то нюансы? Это перегретость области. Сейчас искусственным интеллектом машинное обучение пытаются применять везде И часто вот в это вот слово сочетание искусственный интеллект вкладывается вера в то, что их проблемы будут решены очень простым способом Без их участия Без их участия, да. На самом деле это не так. В России очень мало специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта Если сравнивать, например, с Соединенными Штатами Америки или Китаем, да, где в Китае это на уровне национальных программ С огромными бюджетами финансирования, они считают это как бы стратегическая технология, в которую они инвестируют деньги А почему? Они раньше начали этой темой заниматься? Мы отстали? Да, они раньше начали и их просто больше. У нас нету такого большого количества ученых. Но это можно решить Анатолий, а с какими трудностями сталкиваются отрасли? Если говорить об отрасли кибербезопасности, то те трудности и проблемы, с которыми она сталкивается Можно выделить несколько аспектов. Первый, традиционный, это когда мы говорим о проблемах кибербезопасности в рамках триады Угроза, уязвимость, атака Говоря об атаках, последние лет десять мы наблюдаем рост так называемых сложных целевых атак При этом мы видим рост атак так называемых фишинговых, основанных на эффективных методах социальной инженерии Традиционные системы защиты информации не обеспечивают эффективной защиты от угроз нулевого дня Вот эти все обстоятельства подталкивают специалистов повернуться в сторону технологий Искусственного интеллекта, машинного обучения и поведенческой аналитики Поясню, сигнатуру бредоносного программного обеспечения поменять можно А вот тактику, последовательность выполняемых действий, поведение намного сложнее Следующий аспект, сами эти системы предоставляют новые возможности Но в то же время они имеют свои уязвимости И по ту сторону баррикад, киберпреступники тоже изучают эти технологии, используют их Там целый ряд методов, алгоритмов, которые сейчас доступны в открытом доступе в сети интернет Порог вхождения очень низкий в эти технологии Спасибо большое за ответ Алексей, как раз подводка Анатолия была очень удачна Хотела спросить вас, а что же такое машинное обучение ВБ? Какие задачи может эта технология решать? В первую очередь я бы сказал про обнаружение атак Машинное обучение, методы выявления аномалий, методы прогнозирования событий Они позволяют обнаружить то, что находится за гранью интуиции офицеров безопасности И тут вот подход обнаружения аномалий позволит выявить нетипичное поведение группы субъектов и объектов И потом как-то это проанализировать и среагировать Прогнозирование атак на ранней их стадии тоже является очень интересной и важной задачей для информационной безопасности Мы по каким-то начальным признакам совершения атаки можем ее спрогнозировать Она еще не совершена Мы уже можем с какой-то вероятностью сказать, что это атака И таким образом мы не только обнаружим ее, мы ее предотвратим до ее совершения Спасибо большое Технологии будущего воистину Скажите, пожалуйста, Анатолий, а наши коллеги-специалисты по ИБ готовы к применению на практике таких технологий? Больше половины таких специалистов недовольны технологиями машинного обучения, которые им предоставлены Причина такого недовольства – то, что технологии молодые, еще не зрелые И во-вторых, это определенные превышенные ожидания от этих технологий Искусственный интеллект хорошо играет в шахматы, в ГО И все ожидают, что в их профессиональной области применение этих же методов дает такие же результаты, что он побеждает чемпионов в этих видах Те процессы, которые организованы в СОК, они одни из самых сложных с точки зрения для внедрения этих новых технологий Угрозы постоянно меняются Идет игра, когда каждая фигура на доске может ходить произвольным образом Количество клеток возрастает и уменьшается случайным образом И вот для таких ситуаций современные алгоритмы машинного обучения, они, к сожалению, еще не сделают Делегировать принятие решений таким системам невозможно Совсем недавно, буквально пару лет назад, специалистами широко обсуждалась такая технология, как U-EBA И сейчас о ней ничего не слышно Поясните, пожалуйста, что произошло? Она трансформировалась или пропала совсем? Анатолий, может быть? Я бы не сказал, что она пропала Просто уже она вошла более-менее в стадию промышленного применения В стандарте NIST, фреймворк киберсистем относительно SOC Эти технологии прописаны как стандартные Большое спасибо за ответы А мы погружаемся глубже Впереди все самое интересное Коллеги, не секрет, что у компании «Газинформсервис» и «Санкт-Петербургского Политеха» есть совместный проект на базе технологии машинного обучения и поведенческой аналитики Анатолий, расскажите, пожалуйста, почему вы обратились за помощью именно к Политеху и вообще немного о проекте? Создавая у заказчиках систему операционного мониторинга и анализа Мы увидели большой потенциал и перспективу аналитических средств Которые основаны на таких технологиях, как машинное обучение, предикативная аналитика, визуальный анализ Все, что называется обычно расширенная аналитика Это те методы, которые позволяют генерировать идеи и проверять их выполнение, прогнозировать сложные события, как они будут развиваться и так далее, и так далее То есть применений очень много При этом речь шла не о разовой какой-то частной задаче решения Мы поняли, что нам нужна платформа Поскольку источников данных много, они разнородные, задач много И одним методом, одной моделью мы не отделаемся Нам нужно было создавать конвейер, который позволял быстро настраивать под нужные задачи Создавать нужные функциональные модули, заточенные под решение тех или иных задач в сфере информационной безопасности, кибербезопасности, киберфизической безопасности и во многих направлениях Понятно, у нас таких компетенций на тот момент не было С Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого Наша компания давно уже имела контакты от части как раз информационной безопасности Сначала коллеги, кстати говоря, поняв о чем идет речь, о каких задачах, поняв их сложность, взяли тайм-аут, подумали Но в конечном счете, да, согласились, мы встретились И, кстати, ровно два года назад мы начали в декабре, вот в декабре два года, как мы начали совместную работу над этим проектом Алексей, а на какие практики и кейсы вы опирались при создании этого решения? Или же это был первый опыт для вас? Расскажите, пожалуйста Опыта решения задач информационной безопасности методами машинного обучения на тот момент у нас не было Мы не посчитали этой проблемой, потому что у нас уже был значительный опыт создания средств информационной безопасности классических Мы, например, занимались разработками средств межсевого экранирования Поэтому проблемы нам были понятны А методы машинного обучения, они применимы к разным областям И как часто бывает, например, переносится задача из медицинской области в сейсмику Также можно перенести методы выявления аномалий в области анализа данных технических систем в сферу кибербезопасности и так далее И мы, проведя такое предварительное исследование, поняли, что задача крайне интересна и не поучаствовать в ней просто нельзя Продолжим немного о технологиях Алексей, вот расскажите, пожалуйста, в тандеме машинное обучение и поведенческая аналитика что более приоритетно? Поведенческая аналитика это область применения Машинное обучение это всего лишь инструмент В поведенческой аналитике существует и активно применяются методы и статистические, и аналитические, которые позволяют решать смежные задачи или те же И в комплексе, и машинное обучение, и статистический подход, они дают хороший результат Но нельзя говорить, что машинное обучение решит все задачи То есть комплексная подходка всегда решает все Да, как всегда побеждает Анатолий, а расскажите, пожалуйста, о поведенческой аналитике Что сегодня выступает наиболее популярным объектом для анализа? Это человеческий фактор, это сетевые какие-то аномалии или бизнес-процессы? Обнаруживаются паттерны, типовые цепочки действий, как пользователей, так и серверов, приложений, все, что называется сущностью Почему больше говорят о поведенческой аналитике пользователей? Потому что по разным оценкам от 40 до 80% инцидентов, связанных с утечкой информации, нарушением политик безопасности, связанных с пользователями А подскажите еще, от каких угроз может защитить эта технология? Это угроза нулевого дня Это когда в большом потоке событий внешне средства защиты информации пропускают и говорят, что тут инцидента нет Но именно цепочка этих действий, она свидетельствует о том, что пользователь, инсайдер ведет, нарушает установленные правила политики безопасности Вернемся к вашему совместному проекту Подскажите, пожалуйста, есть ли в России и в мире конкуренты у вашего решения? Мы создавали платформу, которая работает со всеми источниками и позволяет принять универсальные модели и алгоритмы Вот такого подхода, честно говоря, у российских производителей мы пока не увидели Среди наиболее зрелых решений я бы отметил модуль поведенческой аналитики, который вышел недавно как коммерческий продукт в составе продукта Диуки Solar Dazor 7 Это производитель Ростелеком Solar Security Если говорить о зарубежных производителях, то это система Exabim Она пионер в этой области И сейчас те модули, тот функционал поведенческой аналитики, машинного обучения, который разработан и доступен Он имеет наибольшее число инсталляций по всему миру, ну, по заверению этой компании И они говорят о том, что именно вот такое соединение традиционных средств систем управления информацией событий СИЭМ С модулями поведенческой аналитики и машинного обучения обеспечит то, что мы получаем СИЭМ третьего поколения Спасибо большое Алексей, вы ранее уже говорили о том, что отрасль немного перегружена Подскажите, многие компании сегодня заявляют о том, что они имеют какие-то решения на базе технологий машинного обучения Это просто маркетинговый ход или это реально так? Во многих случаях действительно там больше маркетинга, чем реальных технологий Некоторые продукты, которые мы анализировали, они, например, применяют машинное обучение, но только в части каких-то функций, не главных для этой системы Ну, например, по признакам, которые связаны с сетевым адресом какого-то хоста, определить это рабочая станция или сервер Да, при этом дальше, после того, как задача решена, применяются более классические способы Маркетинга много, однако серьезные разработки сейчас уже появляются И стоит отметить, что особенно в западных продуктах различных платформ, в том числе облачных Функции поиска аномалий, они уже встроены, да, то есть пользователь может зайти и попробовать найти аномалии своими силами В этом случае это уже однозначно не маркетинг Ну что ж, а на глубине нас ждет еще больше практики Вперед! Итак, мы добрались до реальных проектов на базе этих передовых технологий Давайте вникать! Анатолий, расскажите, пожалуйста, о компании какого масштаба или уровня зрелости можно считать вашими потенциальными клиентами? А каким еще рановато? Наше решение изначально ориентировано на компании с высокой зрелостью организации процессов инфляционной безопасности Безопасники, когда решают вопрос применения тех или иных средств, они работают и говорят всегда вот в этой триаде Они оценивают, какие есть угрозы, они оценивают, какие у них есть уязвимости, они оценивают, какие риски И если риски большие, то есть потери большие в стоимостном выражении, а эти риски можно снизить только внедрением вот таких передовых технологий То будет приниматься решение о внедрении этих технологий И здесь уже не сильно зависит от масштаба Анатолий, а скажите, в каких-то компаниях уже внедрон ваш продукт? Мы идем к этому Значит, по планам в следующем году мы выпускаем первую коммерческую версию И после этого приступаем уже, собственно говоря, к проектированию и внедрению этой платформы в структуре наших заказчиков Сейчас мы активно пилотируем, уже не дожидаясь выпуска коммерческой версии Чтобы получить первую обратную связь То есть, чтобы первый блин не был коммон Да, чтобы первый блин не был коммон Стараемся, чтобы этого не было Спасибо за ответ Алексей, подскажите, пожалуйста С какими трудностями может столкнуться компания, которая решит автоматизировать свои процессы с использованием вашей технологии? Тут, в первую очередь, надо отметить, что у этой компании должны быть специалисты, готовые эту технологию принять Да, для этого требуется их подготовка и обучение А кроме этого, что у них должна быть уже система, поставляющая данные Третье – это совместная работа над данными Нашим заказчикам нужно быть готовым к тому, что мы должны вместе провести некоторую работу Чтобы настроить нашу систему на конкретную инфраструктуру И уже вместе запустить систему в промышленную эксплуатацию Я бы дополнил, Алексей, скромно сказал поработать вместе с заказчиком Мировой опыт и наш небольшой опыт пилотов показывает, что 80% времени инженера-аналитика по данным Именно приходится на вот такую подготовительную стадию Анатолий, подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, является ли машинное обучение неотъемлемой частью СОКа? СОК – это одна из разновидностей организационно-технических систем И здесь всегда в будущем будет место для применения алгоритмов и моделей машинного обучения Анатолий, а подскажите, пожалуйста, какие вы видите перспективы развития вашего продукта совместного? Следующим шагом, который мы должны успеть сделать в следующем году Это разработать подсистему, обеспечивающую аналитическую поддержку процессом расследования и реагирования на инциденты Вот эта последняя подсистема, она придаст полностью такой функционально законченный характер То есть аналитик не просто смотрит и выявляет аномалии Он фиксирует типовые действия, которые он произвел, чтобы выявить И теперь следующий аналитик, который работает в этой же системе, даже с меньшим уровнем квалификации и компетенций Он также начинает успешно решать задачи по расследованию и выявлению инцидентов Алексей, а какие перспективы развития у этой технологии? Или же мы приближаемся потихоньку к технологической сингулярности? Я считаю, что перспектив очень много Множество идей, у нас дорожная карта вот именно по научному направлению Она там на год вперед, да, и можно еще запланировать работу еще на год Тут надо успевать внедрять Ну что ж, коллеги, спасибо большое А я думаю, что пора переходить от ликбеза к практике и рекомендациям Итак, наше погружение достигло максимальной глубины Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, узнавать о передовых технологиях будущего Они уже в нашей жизни, они уже в наших наиболее развитых соках Они дополняют интуицию офицера безопасности Однако не заменяют его на этапе принятия решения Чудо, конечно, ждать не стоит Но технологии рабочие, перспективные А значит, мы обязательно станем свидетелями их расцвета Анатолий, а в заключении я хотела бы услышать от вас Три главные рекомендации для компаний, которые решили на практике опробовать Те передовые технологии, о которых мы сегодня столько говорили Первое, осваивая новые технологии, нужно учить людей Второе, начинать с небольших, но актуальных задач, с небольших проектов И третье, только с получения положительных результатов, убежденности, уверенности, что выбранные направления приносят пользу Переходить, эволюционировать в сторону комплексных проектов Спасибо Алексей, а вы опишите, пожалуйста, три главные характеристики, которые свидетельствуют о том, что компания готова или даже ей необходимо использовать эти технологии Во-первых, это понимание на уровне верхнего руководства, генерального технического директора, о том, что эта технология компании необходима Второе, наличие у этой компании данных Третье, наличие мотивированных сотрудников, готовых учиться чему-то новому Коллеги, ну что ж, большое вам спасибо за то, что пришли, огромное спасибо за участие в программе А вас я буду рада увидеть в следующих выпусках «Погружение в информационную безопасность» Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на БИС-ТВ и не скучайте Ну и да I'll be back Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!